Сегодня у нас такая, знаете, встреча, скажем, неформальная встреча, потому что очень много вопросов. Я прям чувствую, что есть вопросы, и наши кураторы, девочки, говорят часто, которые относятся к таким более-менее одинаковым запросам. Ну, у нас есть еще пару вопросов из писем, которые девочки прислали из чата, немножко там тоже поговорим. Но основные запросы, которые вот повторяются снова и снова, это то, что касается перезагрузок. И, кстати, если касается примеров программ, то мне бы очень хотелось, друзья мои, вот Марина, Людмила, пишите. Вот я очень вас прошу писать те, так как вы работаете не просто, вот приходите к нам в клуб, и чтобы просто получить информацию. На самом деле эта информация достаточно такая ценная и дающая много чего тому человеку, который погружается в эту информацию, и не просто ее слушает, а начинает примерять на себя, на себе. Потому что, когда мы работаем именно с матрицей, напомню, мы работаем с собой, работаем со своими энергиями, с их потенциалом, с их качествами. И поэтому это не просто прослушивание каких-то материалов, это у нас с вами идет погружение, открытие своего потенциала, своих скрытых ресурсов, запуск своей энергетики. И поэтому очень важно, на самом деле, воспринимать клуб как именно площадку, платформу, пространство, в котором можно полностью поменять, в принципе, свою жизнь. Это не просто, на самом деле, голословные слова. Очень много наших учеников, которые достаточно давно с нами, пишут о тех результатах, которые с ними происходят. У кого-то происходит там в течение месяца, у кого-то какая-то цель достигается за три года. И при этом три года, поверьте мне, это на самом деле небольшой срок, потому что у каждой цели, у каждого вашего запроса есть какой-то срок для реализации. Очень часто, в силу нашей некой такой торопливости, можно сказать, некое эгоистическое или действие, как мы называем, ложного эго, включается так, что мы хотим всего сразу, побыстрее, чтобы нам дали какие-то волшебные ключики, инструменты, таблетки или еще что-то. Для того, чтобы наши какие-то цели, чаще всего связанные с деньгами, с работой хорошей или с партнером, который бы вас любил и обожал. И это должно случиться сразу, прям вот. Только вы получаете, сразу хочу, чтобы это произошло. Вот эти все запросы, отношения, это все то, что нам хочется сейчас. Это некоторые, можно сказать, поверхностные запросы, потому что внутри них, за ними, стоит нечто более глубокое. И вот это более глубокое, на самом деле, вы, может, даже сами не понимаете, что у вас, может быть, где-то не хватает принятия, где-то не хватает любви, где-то не хватает чувствительности, принятия чаще всего даже самих себя. И поэтому, к чему я веду все это, что работая даже в течение первого месяца, особенно новичкам, кто работает с перезагрузками, вы уже сможете открыть для себя огромный целый мир и понять себя уже, начать чувствовать себя по-новому, начать открывать свой потенциал. Потому что первая перезагрузка, с которой вы все встречаетесь, она связана у нас с корнями, она связана с землей, с миром материи, соответственно, с некой стабильностью в мире материи. Закрепление, то есть мы понимаем, что, ну, кто, я надеюсь, смотрели многие перезагрузку, почти все очень на это надеюсь, там необычайно ценная информация спрятана. Даже не то, что спрятана, я не рассказываю, но не все ее как бы воспринимают так, как тем смыслом, которым я пытаюсь донести эту информацию, что вы фактически выстраиваете себя как древо, как дерево. Для этого нужно соединить все части его, и корни, и ствол, и крону, для того, чтобы в жизни начались позитивные изменения. И о чем я говорю, что нужно определенное терпение, выжидание того запроса, с которым вы приходите. Потому что оно произойдет, но для этого нужно несколько элементов. Это то, чтобы вы были готовы к тому приходу. Например, кто-то захотел, ну, кто-то пишет, что хочет, там, партнера, да, выйти замуж, например, встретить своего идеального мужчину, ну, у кого, к примеру, нету. И хочет это как можно быстрее. Но находясь в той ситуации, или в том развитии, в тех качествах, в том состоянии, в котором вы сейчас, и пришли к нам в клуб, вы притянете не совсем того идеального партнера, который бы вы хотели. И чаще всего, притянув на тех вибрациях, на которые вы только приходите, у вас сценарий начнет повторяться по отношениям, снова разочарования какие-то, уходы, еще что-то, ну, в зависимости у каждого свои сценарии. И поэтому, если есть намерение, любое, финансы, отношения, здоровье, любимое дело, выйти на путь своего предназначения, миссию свою понять, и это действительно соответствует вашему внутреннему, не с головы взятое, что это навязанное социумно, внутреннее ваше состояние, то оно обязательно исполнится. Просто дайте этому времени, и просто идите по пути чувствования и развития себя, открытия и поднятия своих вибраций. И вы даже, как вы забудете про свою цель, то есть она у вас будет, но она не будет вот такой, слишком одержимость не будет этой целью, этим желанием. И вы увидите, как вдруг незаметно пролетели, ну, какое-то время у каждого по-своему, и вы вдруг обнаружили себя с уже воплощенной целью, намерением. И оно происходит так плавно, естественно, потому что если вы выходите на свой путь, то это происходит так приятно, незаметно, гладко. Препятствий почти не возникает. И если вы чувствуете, что возникают препятствия, помните, что мы говорили на серии встреч путь к предназначению, если возникают препятствия, значит, скорее всего, вы движетесь не по своему пути. Если вы делаете через сопротивление, через вот какую-то неприязнь, через вот преодоление каких-то своей лени, еще что-то, значит, пока вы не нащупали свой путь. Это очень важный момент. И то, что мы вот сегодня начинаем именно с перезагрузок и важности перезагрузок, это как раз для того, чтобы вы подготовили так называемую почву для того, с чем вы пришли в клуб. Для познания себя, или для отношений, или для денег, любой цели. Вам нужно заготовить почву и стать той личностью, которая на вибрации которой уже притянется желаемая для вас. Это вот такая вот философская начало. И поэтому папка, с чего начать новичку, там много всего полезного и интересного. Дальше годовая программа привилегий. Пока вы в клубе и вы продлеваете свое участие, вам открывается каждый месяц и снова месяц еще привилегий. И это там находятся дополнительные материалы. Первые два месяца это курс перезагрузка. В первом месяце там первые две части, практика, достаточно времени для того, чтобы с этим материалом взаимодействовать. И пройти его основательно. Сейчас мы вернемся к ромашке, том как с ней работать, еще раз поговорим об этом. Там очень интересная информация. Перезагрузка вы фактически в первый месяц, наша задача сделать так, что вы подготовили для себя почву и фундамент. Удобрили его, разобрали с энергиями. Очень важно в этот момент, и я понимаю, что когда вы приходите, знакомитесь с системой, вы еще пока не знаете энергии. Для вас это может быть что-то непонятно. Особенно кто с Карла 42 раньше не взаимодействовал. Для вас это что-то новенькое. И это прекрасная возможность познакомиться с энергиями. Прежде всего, со своими энергиями. Очень важный момент, очень важный момент это услышать философию. Потому что очень часто, мы с людьми замечаем, что люди делают акцент на то, чтобы услышать что-то просто о себе. Они не слышат всю информацию. Им это не интересно. Им дают только, чтобы про их энергии рассказали, про их цифры рассказали, что-то о себе. Я понимаю это. Это классно. Всем хочется знать о себе. Но это, скажем, формат уже консультации. Это уже немножко не наш формат. У нас наш клуб и школа больше заточены про то, чтобы вы сами исследовали себя, изучали себя, раскрывали себя в своей скорости. А мы вам помогаем, поддерживаем. Для этого есть и чаты, и кураторы, и я, Люда, другие участники. Мы все стремимся к тому, чтобы вас поддержать на этом пути. Дать вам возможность перейти на новый уровень своей жизни, поднять вибрации. Чтобы в вашу жизнь пришла вся благость, которая вам положена. Мы от мира материального не закрываемся. Мы только духовные люди, материя нам вообще. Деньги это зло. Такого нет. Это все бред на самом деле. Потому что деньги это инструмент. И обучаясь матрице, вы уже можете рассказывать людям то, что вы изучили, консультировать. И не стесняться брать за это какое-то там вознаграждение. Каждый, кто сколько чувствует. Это в этом ничего такого. Вы меняетесь информацией на уровне, на энергетическом поле. Когда вы даете какую-то информацию, вы фактически у человека, которому вы даете, на уровне энергетики создаете бартерную ситуацию. Бартер называется. Вы дали ему какую-то информацию о нем. И он как бы с его стороны должен вам сделать бартер. Денюжка, например, в нашем 21 веке, это самый простой элемент. Или какую-то услугу в обмен. Или еще что-то. Ну, если только вы не тренируетесь, как в качестве практики. Вы просто за обратную связь, за отзывы, вы просто тренируете, нарабатываете свои навыки. При этом бояться ничего не нужно. Можно даже читать энергии, как есть в файле. И у кого есть картины, с ними взаимодействовать. Так вот, в годовой программе «Привилегии» есть очень много встреч после перезагрузок. Это и чакры, и там разные темы по нумерологии. Ну, там и зайдете, посмотрите. Много всего интересного. Это та фактически распределенная тема, к которой вы можете работать. Вы прошли перезагрузки, можете приступать к чакрам, последовательно проработать чакры. Там какие-то темы связаны с финансами, соотношениями. То есть, все как бы так гармонично. Мы его долго собирали, рассмотрели, как это лучше сделать. Обязательно заходите в полезные ссылки и материалы. Еще один частый вопрос, который мне пишут. Где взять расшифровку по энергиям? Расшифровку по энергиям и другие всякие интересные материалы. Вот в полезные ссылки и материалы заходите. Там много чего есть интересного. Есть даже видео, как проводить консультации. Как понимать программы. И так далее и тому подобное. Много то, что вы можете действительно для себя открыть. Обязательно заходите, смотрите. Соответственно, тренинги в тренингах. Здесь, кстати, в тренингах, как и в «С чего начать новичку», есть... Вот, кстати, кто не знал, мы добавили сюда в тренинги две папки. Одну папку вы знаете. Там мы показываем, и вот на видео есть картинка, в какой последовательности какие курсы проходить. Кто вот интересуется. Есть разделено два пути. Путь консультант и путь познания себя. Потому что курсы делятся у нас именно на две категории чаще всего. Кто познает себя, там они идут в рода. Работают с темой пирамиды опыта и так далее. Там, да, часть основных курсов. А те, кто на консультирование, это дизайн, основа консультирования. В папке «Тренинги» есть тоже доступная папочка, где все обзоры курсов собраны. Ну, там на 10, на 15 минут. Посмотрите просто, как это выглядит. И, конечно, это картины. Вот папочка. Ну, там еще есть папки, только они у меня в скриншот не поместились. Картины – это вот наша разработка нашей школы. Это вот есть энергия. И вы читаете ее текстовый. Сейчас всем отвечу на вопросы. Есть у них текстовый формат, который вы читаете. По энергиям качества, предназначения, какие-то сценарии. Есть карты Таро, в которых тоже заложен некий символизм. А вот по энергиям ничего нет. И по энергиям что у нас есть? У нас есть мы создаем именно картины. И каждая картина, она создается не просто так с бухты-барахты. Это целый процесс, это настройка, получение информации о том, как должна быть, какие сюжеты на картине. Ее визуальное представление. И это все мы записываем в текст и передаем нашему, нашей художнице, которая уже рисует. Потом мы все это еще раз смотрим. Поэтому каждая картина занимает время, чтобы она вышла. Требуется именно время на доработку самой картины, чтобы она выглядела так, как должна выглядеть по энергии. Поэтому рассматривая картины, к примеру, вы видите визуально уже проявление энергии. И поэтому курс путешествия по энергиям идет через наши картины. Мы там отправляемся в путешествие и понимаем суть, отраженную на картине в этой энергии. И вы тогда по-другому начинаете на них смотреть. С картинами можно работать и с клиентами, которые вообще не знакомы с энергией. Они смотрят на картину и говорят, что это мне не нравится, цвета не те, это не то. А это мне нравится. И вы, исходя из этого, понимаете, какая часть энергии у этого человека в минусе, какая в плюсе и что нужно делать. Или с собой так работаете. Инструмент уникальный на самом деле. И то, что важно, то есть вы смотрите на картину, вы понимаете суть самой энергии уже. Вы как бы видите разные даже ее качества. То есть немножко поработав, изучив картину, вы можете быстренько настраиваться, видеть, вспоминать качество энергии. Это на самом деле очень интересно. Да, и для нас опыт тоже, да, полезно. Болтать поменьше. Слова имеют вес, вес и энергию. Поэтому когда, не просто так вот, в разных фильмах, книгах. Ну, на самом деле это определенные слова, определенные вибрации, которые мы произносим, они имеют какое-то воздействие. А бывает, что слова, брошенные в эмоции, как проклять или еще что-то, обретают силу. Поэтому когда вы что-то заявляете, как некий утвержденный факт или что-то, может случиться как бы такая проверка. Да, и поэтому старайтесь быть в доверии в неком. И вот сейчас идет, это ваше, это здорово. А потом, может быть, вы что-то другое. А может быть, наш клуб является ступенькой для чего-то другого. Это лишь какой-то промежуток времени, который дает вам трамплин. Или что в наш клуб обычно люди не попадают просто так. Чаще всего их выводят. Сколько вот в анкетах пишут люди, приходят каким-то странным образом волшебным, через какое-то видео, через какой-то запрос, через какую-то ссылку на куда-то они попадают к нам. Потому что был, возможно, сформированный у них запрос. Вселенная так работает. Сейчас у нее больше инструментов. На самом деле, я думаю, что интернет дал огромные возможности не только нам, но и высшим силам направлять нас. Потому что сейчас можно найти любую информацию. Причем эту информацию вы даже не вспомните, как она вообще к вам пришла. Вы как-то оказались на каком-то сайте, прочитали какую-то статью, и в этой какой-то статье какое-то слово было откровением для вас. В видео. Так работа, кстати, идет и в каналах тоже, в 20-м, в частности, канале. Или вы делаете запрос, высшим силам просите дать вам ответ. Не факт, что ответ придет сразу вам в голову, и кто-то так скажет. Ответ вот такой-то, такой-то. Такое тоже бывает, но не всегда. То, что интересно, вы можете, вот, задали вопрос и отпустили. А потом вдруг пришел ответ через какую-то страницу, поиск. Как-то. Потому что сейчас высшие силы могут с нами контактировать и разговаривать с гораздо большей возможностью, чем это было возможно ранее. Потому что не было вот этой всей, всех технологий. Хорошо, друзья мои. Ну, да. Я рад, что вы сегодня, кто смог, пришел. Кто не смог, может, записи послушают. Вот, очень хотелось бы, чтобы информация, вот, связанная с матрицей, с энергией, она как-то вживилась в образ жизни, потому что она реально сопровождает нас все время и дает нам потрясающие инструменты посмотреть на человека, понять кого-то, себя понять. Еще, то есть вы, как бы, больше начинаете воспринимать информацию из пространства, из обычной даже ситуации, общения, связи с другими людьми, ситуациями. Вы уже как-то по-другому начинаете. Это, ну, что называется, осознаннее становитесь. И это все, конечно, матрица, благодаря инструментам, энергиям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!